В эфире игра Ума Палата. Отборочные этапы. Сегодня из этой студии можно уйти победителем, а можно остаться ни с чем. В эфире игрокам придется забыть о дружбе и симпатии, ведь тот, кто окажется умнее, быстрее, а быть может и удачливее, сможет вырваться в финальную схватку за денежный приз в 100 тысяч рублей. Финальные игры состоятся в конце телесезона. Перед нами две красивые и азартные девушки. Сегодня зрителям НВК СХ, как и самим участницам, предстоит открыть, быть может, неожиданные качества в самих себе. Но тем и интереснее. Представьтесь. Меня зовут Виктория Олехонова, я учитель русского языка. Юлия Решетникова, учитель логопед. Юлия, скажите, пожалуйста, сегодня в нашей игре вы будете рассчитывать в большей степени на свой высокий интеллект или на удачу? И на то, и на другое. Виктория, сегодня будет страшно, жестковато, но тем не менее. Скажите, пожалуйста, имеется ли у вас опыт преодоления своих страхов? Ну, учитывая, что я работаю с детьми, в принципе, да. Юлия, принято считать, что учителя – это самая стрессоустойчивая категория граждан. Вы согласны с этим утверждением? Сто процентов. Сейчас перед вами черный ящик. В нем находятся два шара – синего и красного цвета. Вам предстоит одновременно вытянуть тот или иной шар, и верность выбора определит ход вашей игры. Тот, кто вытянет шар красного цвета, будет начинать первым. Приступайте. Виктория, вы будете отвечать на вопросы нашей игры первой. Верните шары на место, и мы сможем приступать к нашей игре. Итак, в игре три раунда. В первых двух вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В третий раунд пройдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам второго раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится две минуты. Игроки будут отвечать на вопросы по очереди. Начинает Виктория. Итак, первый раунд. Виктория, какая фамилия была у кота в мультфильме «Тро из Простоквашина»? Матроски. Юлия, сколько лет по подсчетам Пушкина написал роман «Евгений Онегин»? Двенадцать. Семь. Виктория, какая наука изучает поцелуи? Не знаю. Филематология. Юлия, из скольких палац состоит Федеральное собрание РФ? Шесть. Двух. Виктория, в какой стране находится гора, ранее известная как пик коммунизма? Не знаю. Таджикистан. Юлия, когда началось строительство Великой Китайской Стены? Не знаю. В третьем веке до нашей эры. Виктория, как назывался древний торговый путь, соединявший Восток с Западом? Шелковый. Верно. Юлия, как Александр Македонский решил загадку Гвардеева узла? Пас. Разрубил мечом. Виктория, какое государство самое маленькое в мире? Люксембург. Ватикан. Юлия, какая известная тюрьма была взята штурмом 14 июля 1789 года? Пас. Басилия в Париже. Виктория, восстание Спартака произошло до нашей эры или в нашей эре? В нашей. До нашей. Юлия, в честь какого полководца названо в России специализированные учебные заведения для школьников? Суворов. Верно. Виктория, благодаря какому литературному герою язык обогатился фразой «борьба с ветряными мельницами»? Дон Кихот. Верно. Юлия, как называется планета, на которой происходит действие фильма «Аватар»? Пас. Пандора. Виктория, что больше, 2 в четвертой степени или 4 в квадрате? Равные. Верно. Юлия, самая большая рыба на нашей планете? Акула. Китовая акула. Виктория, что подразумевается под скоростью? Не знаю. Пас. Скорость – это мера скорости в заданном направлении. Юлия, у какого насекомого нет слуха? Вагомол. У мухи. Виктория, назовите столицу Ирака. Тегеран. Багдад. Юлия, маска из чего смутила Николая-героиня Ирина Муравьева в фильме «У москва слезам не верит»? Пас. Искобники. Время вышло. Первый раунд завершен. Его итоги следующие. В течение первого раунда я вам задал 20 вопросов. При этом Виктория верно ответила на 4 вопроса, а Юлия на 2. Виктория, как вам результаты первого этапа и довольны ли вы собой? Нет, конечно. Печальные результаты. Но это на быстроту. Поэтому понятно, что не на все вопросы можно ответить, собраться. Понятно. Юлия, скажите, пожалуйста, а как вы сами считаете, в нашей игре вы преуспели сегодня? Нет, конечно. С чем это связано? Я растерялась. Вы растерялись? Да. Ну, это славно, что детки успевают, но, видимо, сам логопед не очень, да? Вот он, переломный момент. Виктория, вы получили преимущество. Во втором раунде вы будете отвечать первой. Преимущество заключается в том, что тот, кто отвечает первым, будет отвечать до своей первой ошибки, а значит, быть может, не оставить никаких шансов своему сопернику. Коллеги и союзники в работе, но в нашей студии непримиримые соперники продолжают игру за денежный приз в 100 тысяч рублей. Преимущество. Телеграфная. Виктория, шкатулка из какого камня дала название целому циклу сказок Павла Бажова? Малахитовая. Верно. Какое максимальное количество звезд может быть присвоено гостинице? Пять. Верно. Какой литературный герой на памятнике в Рубинске стоит рядом с мальчишкой с яблоком? Том Сойер. Астап Бендер. Юлия, к какой части речи относят слова «рассказывая и пролетая»? Депричастие. Верно. На каком языке Деда Мороза называют перноэль? Голландский. Французский. Виктория, какого художник называл картины «Ковер самолета и Иван Царевич на сером волке»? Серов. Васильцов. Юлия, в какой стране находится аэропорт имени Ислама Каримова? Ирак. Узбекистан. Виктория, какой писатель нарушил обещание, что ПП «Темная башня» станет его с последней работой? Пас. Сивенкинг. Юлия, сумма точек всех косей одного стандартного набора. Эта игра равна 168. Какая это игра? Домино. Верно. У какого прибора есть коромысло, на котором указатель, а на концах подвешены чашки? Пас. Весы. Виктория, по книгам какого древнегреческого математика уже 2000 лет изучает геометрию? Аристотель. Эвклит. Юлия, в каком месяце Леши попросил мультяшного домовенка Кузера сбудить его? Апрель. В марте. Виктория, какая буква современного русского фабида официально утверждалась в 1942 году? И краткое. Йо. Юлия Геккель Берифину однажды пришла свидовать себя за своего друга, которого звали? Пас. Том Совер. Виктория, что косил ясь в известной песне «Вья песниры»? Траву. Конечно. Время вышло. Все, второй раунд завершен. А теперь перейдем к сухим фактам. Во втором раунде было задано 20 вопросов. При этом Виктория дала 3 верных ответа, а Юлия только 2. Это означает, что Виктория проходит финал игры «Ума-палата». Юлия, у меня к вам буквально парочку вопросов. Скажите, пожалуйста, почему не удалось все-таки в решающем раунде отдалить своего соперника? Не знаю, ответы на вопросы. Я запуталась. Юлия, скажите, пожалуйста, вы хорошо учились в школе, ведь это школьный уровень? Ну, как сказать? Нормально, средний. Были тройки в аттестате? Троек нет. Тогда странно. Скажите, пожалуйста, можете ли вы что-то, быть может, пожелать своему оппоненту? Удачи, конечно. Я уверена в Виктории, что она сможет дойти до конца. Спасибо, тем не менее, вам за игру. Прощайте. Спасибо. Виктория, как вы оцените свою игру во втором раунде? Слабовато. Скажите, пожалуйста, были ли вопросы, на которые вы знали ответы, но дали ответы неверные? Конечно. С чем это связано, как вы думаете? Торопишься, путаешь, а назад дороги нет. Да, в нашей игре действительно дороги назад нет. Скажите, пожалуйста, а какой вопрос можете ли вы припомнить, вам показалось наиболее интересным, может быть, смутил? Ну, Тегеран, Ирак, Иран, как я могла спутать, как я могла сказать, что в нашей эре Спарта. Вот такие вопросы простые. Понятно. Виктория, мы готовимся перейти к третьему раунду. Вы учитель, и чаще всего именно вы задаете вопросы, а дети отвечают. Но в этой игре вопросы задаю я. Итак, правила третьего раунда. Я задаю вам вопросы, вы отвечаете. А если вам удастся довести общий счет по результатам всех трех раундов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за денежный приз в 100 тысяч рублей. Я напомню вам, что побороться за них у вас появится возможность в конце нашего телесезона. Как называется деловой район Москвы, куда входит башня Федерации? Москва-Сити. Чему равна длина удавых слоненках? 33. Два слоненка. Какая улица в Санкт-Петербурге вдохновила Чуковского на создание злого разбойника из Африки? Пас. Улица Бармалеева. Кто в фильме «Место встречи изменить нельзя» сыграл шепелявого варишку, кирпичам, садальский? Каким словом греки называли напиток богов, а мы напиток на основе фиртовых соков? Компот. Нектар. На какое пирожное часто наносят глазурь, маскируя отверстие для заливки крема? Пас. Эклер. За последнее место каких соревнований спортсмену просуждается красный фонарь? Пас. Тур-де-Франс. Каких животных сотрудники Эрмитажа ласково называют эрмиками? Пас. Коты. Какое явление миф связывает с богиней Персифоной, которая в часть времени проводила под землей? Пас. Времена года. Пуск генерального секретаря какой организации 1 января 2017 года занял? Горнолыжный курорт Чимбулак в Казахстане расположен выше или ниже катка Медео? Выше. Выше. Как в Царской России назвали земское войско, несущее местную службу? Опричники. Милициям. Какое приводное оптическое явление состоит из цветов спектра видимого излучения? Пас. Радуга. Время вышло. Виктория, каковы ваши ощущения от игры в целом и от третьего вашего совсем незадачливого раунда? Ну, на самом деле я осталась в восторге, потому что это же игра. Моей целью было просто поприсутствовать здесь. Одно лишь присутствие влекло вас на эту игру? Ну, сама атмосфера, скажем так. И какая-то атмосфера? Какая атмосфера? Я проглотил, конечно. Ладно. Не надо про атмосферу. Значит, давайте я сразу же перейду к результатам. За время игры я задал вам 13 вопросов. Вы дали только один верный ответ. В последнем решающем раунде вам не удалось дать 20 правильных ответов. Это означает, что вы не проходите в финал нашей игры и не сможете получить возможность побороться за денежный приз. И покидайте нашу игру. До свидания. До свидания. Это игра «Ума. Палата», где удачливые, умные и не всегда игроки пытаются штурмовать нашу студию за денежный приз в 100 тысяч рублей. Ну что же, пришло время познакомиться со следующими игроками. Это игра «Ума. Палата». Игра, которая развивает быстроту ума, умение сохранять самообладание и учит достойно проигрывать. Надеюсь, сегодняшние игроки окажутся таковыми. Представьтесь, пожалуйста. Дмитрий Михайлов. Я журналист, я писатель. Писатель. Какую книгу вы написали? Написал серию «Страшные истории Якутии» и также книга номер 3 «Они среди нас». Следующий игрок. Тимофей Сильвестров. Я специалист фонда «Единый ресурсный центр». Так, Тимофей, вопрос к вам. Вас наши телезрители знают по другой интеллектуальной игре «РПНОЙ». Как вы думаете, тот опыт может помочь вам сегодня в нашей игре? Ну, я думаю, что, да, этот опыт может, в принципе, помочь, но от этого количества баллов не прибавится. Не будем загадывать, как говорится, да. А какой вопрос в той игре оказался для вас роковым самым сложным? Самая большая краснокнижная рыба Якутии. По-моему, этот вопрос и был. И ответ какой? Таймень. Так, и мы тоже будем знать ответ на этот вопрос. А, Дима, вы не боитесь сегодня играть вместе с финалистами интеллектуальной игры? Нет, я несколько раз принимал участие в квизах, иногда выигрывал. А также мой девиз – «Никогда не сдавайся, позорься до конца». Какого вопроса вы больше всего боитесь сегодня? Наверное, на тему истории и географии. Ага. У нас еще есть вопросы по математике. Они вполне могут вам сегодня достаться. Как вы к ним готовы или нет? Постараюсь. Отлично. Итак, перед вами черный куб. В нем два цветных шара. Вам нужно одновременно вытянуть эти шары, чтобы определить, кто из вас стартует первым в первом раунде. Пожалуйста. В нашей игре правила таковы. Тот, кто вытягивает красный шар, я сейчас это не придумала, тот стартует первым. Итак, в первом раунде старт берет на себя Дима. Я вижу, вы настроены по боевому, поэтому я серьезно боюсь за свои 100 тысяч, которые вы можете потенциально выиграть, верно ответив на 20 вопросов по итогам всех раундов, которых будет всего три. Но до последнего нужно еще добраться. Итак, первый раунд. Он длится две минуты. Игроки отвечают по очереди. Стартует Дима. Дима, под каким животным в фильме «Необыкновенные приключения итальянцев» в России герои пытались найти клад? Тигр. Подо львом. Тимофей, какой героине точно повезло с крестной? Белоснежки. Золушка. Дима, кто хорошо смеется? Последний. Верно. А Тимофей, о каком дне поется в именитой песне «Битл»? Вчера. Вчерашний. Верно. А Дима, какое количество струн имеет скрипка? Четыре. Верно. Тимофей, самый известный брачный марш? Виндельсона. Верно. Дима, кто написал музыку гимна СССР? Пас. Александров, чем в Таиланде на Новый год обливает людей? Морской водой. Верно. Какое животное может дышать тремя разными способами? Жабрами, кожей или легкими? Оцелот. Лягушка. Тимофей, кто из русских царей был участником первого официального парада в Москве? Иван Четвертый. Петр Первый. Дима, что, согласно русской поговорке, служит эталоном простоты? Простота, простота, простота. Ум. Паренная репа. Тимофей, какая страна первая положила полицейских на дороги? Германия. Великобритания. Дима, в каком фильме «Рязаном» мы видим ту же крылатую лошадь, что и в фильме «Бриллиантовая рука»? Пас. Служебный роман. Тимофей, соединение с чем делает химический элемент гидридом? Кислородом. Водородом. Дима, в чем надо пойти на прием, если на приглашение есть фраза «white tie»? Белый галстук. Во фраке. Тимофей, сколько материков объединяет часть света Америка? Два. Верно. Дима, как называется раздел языкознания, изучающий части речи и их грамматические признаки? Грамматика. Морфология. Тимофей, какая танециска получила прозвище «кричащая Золушка»? Шарапао. Верно. Дима, в каком веке в США было отменено рабство? В девятнадцатом. Верно. Тимофей, в каком испанском городе работал цирюльником «ловкий слуга Фигаро»? Граната. Севилья. Время. Итак, ваше время истекло. Первый раунд завершен. Какие впечатления? Какой вопрос смутил больше всего? Дима. Вопрос смутил, наверное, по советскому кино. «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Крылатая лошадь». Вы не смотрели эти фильмы? «Служебный роман» я не смотрел ни разу, кстати. Это вот такой вот у меня есть небольшой позор. Но это будет поводом посмотреть сегодня, возможно, даже вечером этот фильм. А Тимофей, какой вопрос вас смутил? Каким оказался сложным? Ну, про Новый год в Таиланде. Я знал этот, наверное, малоизвестный факт. Но вы ответили верно, водой. Ну, смутило это меня, конечно. Но в вопросе уже была подсказка, а слово «обливать», конечно же, водой. Итак, давайте возвращаемся к статистике первого раунда. В течение этого раунда вам было задано 20 вопросов. Из них Тимофей ответил верно на 5, а Дима дал 3 верных ответа. Это означает то, что во втором раунде первым стартует Тимофей. Переход хода во втором раунде происходит после ошибки игрока. Это означает, что если Тимофей начнет отвечать первым в этом раунде и будет отвечать верно, он не даст ни одного шанса Диме. Проверим. Какой ученый в 1820 году открыл взаимодействие двух электрических токов? Тимофей, вопрос вам. Это был пас. Так, Дима, как называется детеныш бизона? Бизончик. Теленок. Тимофей, как древние греки называли западный ветер? Фен. Зефир. Дима, назовите самый крупный по площади Улус район Якутии. Алданский. Оленекский. Тимофей, какая пустыня земли самая большая? Сахара. Верно. Тимофей, в честь какого императора в 1844 году переименовали царско-сельский лицей? Николай. Александр I. Дима, какая часть речи отвечает на вопрос «Куда, зачем, откуда, почему?» Наречие. Верно. Дима, какое ученое звание получил специалист по кислым щам на звание рассказа Драгунского? Профессор. Верно. Дима, кто из литературных сыщиков был женат? Эркюль Пуаро или комиссар Мегре? Эркюль Пуаро. Неверно. Тимофей, назовите кавалерию-зевицу, награжденную Георгиевским крестом во время войны 1812 года. Надежда Дурова. Дима, какой столовый прибор дал название фуршету «Вилка» или «Ложка»? Ложка. Вилка. Тимофей, сколько географических полисов у земли? Два. Верно. Тимофей, какое животное встречается в баснях Ивана Крылова всего один раз? Заяц или мышь? Заяц. Верно. Тимофей, назовите самый известный футбольный клуб Санкт-Петербурга. Зенит. Верно. Тимофей, у какого галогена радиоактивны все изотопы? Йод или остат? Остат. Верно. Тимофей, в русском алхавите больше гласных или согласных? Согласных. Верно. Тимофей, героиня какой пьесы сказала, что лицом и голосом герой не моего романа? Пас. Горе от ума. Дима, сколько градусов составляет угол от сторон, которого отложено деление на шкале транспортира? 180. Верно. Так, время у нас вышло. Второй раунд завершен. Теперь факты. Во втором раунде было задано 18 вопросов. Из них Тимофей дал 6 верных ответов. Дима, всего лишь 3. Димаш, с чем это связано? Какой вопрос вас смутил? Почему вы дали так мало верных ответов? Ну, я уже не помню. На одном из вопросов я действительно запарился. Хотя я знал правильный ответ. И, возможно, как бы выигрышная серия была бы на моей стороне. Но как бы ошибся, значит ошибся. Алданский Улус. Вы считаете, что это самый большой по площади Улуса нашей республики? Да. На самом деле нет. Это Оленевский. Вам на заметку. Что вы можете пожелать своему оппоненту, который вышел в третий раунд? Ну, я пожелаю не терять концентрацию, думать только о поставленных задачах. Спасибо. Спасибо вам, Дима. Мы с вами прощаемся. Итак, Тимофей, мы остались с вами одни. Скажите, готовились ли вы к нашей игре? Если честно, нет. Я вообще не был сегодня готов к этой игре и вообще в целом. Я знаю, что вы страстный игрок и в квиз. Вообще готовитесь ли вы к тем играм? Если да, то как это обычно происходит? Ну, если происходит квиз, я стараюсь подбирать хороших себе. Ну, то есть друзей, которые со мной вместе пойдут. Но так как это одиночная игра, конечно, я могу надеяться только на себя. Ну, а все-таки вот эти вот стереотипные, да, стереотипная подготовка. Почитать книжки, энциклопедии, залезть в гугл. Такое происходит или нет? Нет. Нет? Нет. Вы рассчитываете только на себя? Да, готовишься, сильнее волнуешься и набиваешь голову чем-то другим. Поэтому стараюсь в обыкновенной жизни набирать какие-то факты. Хорошо, мы вам сейчас желаем этого же. Ровно одну минуту я вам задаю вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет верных ответов до 20 по итогам всех наших раундов, у вас появится уникальный шанс выиграть конечный приз. Это 100 тысяч рублей. Я напомню, что этот приз можно будет выиграть в финальной сфатке. И в конце нашего телесезона. Как назывался лук, которому Тургенев посвятил один из рассказов в записках охотника? Пас. Бежен лук. Что изобрели братья Люмьер? Кино. Верно. Что причислено к изобретениям Попова? Радио. Верно. Театр, по мнению Станиславского, начинается? С человека. С вешалки. Раньше этой цифры не существовало, она обозначалась знаком припинания. Что это за цифра? Верно. Эту сказку автор писал для своей дочери, но ее долго не издавали, посчитав непоучительной. Алиса в стране чудес. Пеппи Длин и Чулок. В Россию эти заведения были завезены из Англии в 13 веке. Прежде чем при дворе употребляли их продукции, ее пробовали придворные. Кабаки. Аптеки. Эмблема чемпионата мира по шахматам в 2018 году вызвала массу бурных обсуждений. Даже есть мнение, что ее срисовали с нее. Пас. Камасутра. За какие достижения присваивается самое престижное для альпиниста звание «Снежный барс»? Достичь Ка-8. 14 Ка-8. Стоп, минута прошла. Ваше время истекло. Тимофей, как ощущения? Ну, главное, не спешить с ответом, либо же быстро сказать пас, чтобы ожидать уже другой вопрос. Все-таки вопросы, они заставляли подумать, да? Да, они заставляли подумать, конечно же. Ну, некоторые факты, конечно, я знал. Некоторые факты нужно было подумать. Так, по поводу, с чего начинается театр, вы сказали, с человека. Эта фраза довольно-таки известная. Что театр начинается с шоу. Ну, это я где-то слышал, но точно не могу сказать, где. Итак, за время третьего раунда вам было задано 9 вопросов, из них вы только на 3 ответили верно. К сожалению, в итоге вы не можете сразиться нашей финальной схватке, потому как не набрали количество, нужное количество верных ответов. По итогам всех раундов всего вы набрали 14 верных ответов. Мы очень сожалеем, Тимофей. До свидания. До свидания. Это Ума Палата. Может, кому-то, наконец, улыбнется удача. Если да, узнаем об этом через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok